Здравия великим сынам и великим дочерям великих радостов! Вот мы находимся у нас в офисе ТАВИ сейчас, это Измайловский бульвар 43, пятый этаж, вот и мы пригласили, я обещала много интересных людей и в данный момент мы сейчас объединили усилия с глобальной волной и с Ярославом, забыла фамилию, Старухин! Мы пригласили сейчас к нам Владимира Алексеевича Жевнерова, он у нас кандидат технических наук и он расскажет сейчас сам о том, чем и занимается. Очень интересные разработки мне показали, которые нас заинтересовали. Эти разработки мы ввели в рамках работы последних 20 с лишним лет в рамках Академии наук и Министерства здравоохранения. По этой тематике, которая буду вам говорить, она не является никакой мистической и так далее. Имеется последние пять лет порядка 20 публикаций в Аковских журналах. В последние три года изданы две монографии, научно, по этой тематике. Работаем мы, я сам заканчивал физтех, работаем в области биофизики, но работаем обязательно в тесном контакте с медиками и биологами. В частности, вот последние три раза выступал на семинаре в МГУ на биологическом факультете и так далее. То есть все, что я вам говорю, это чисто все факты, которые проверены чисто научные, доказанные, имеются в соответствии с публикацией ведущих журналов наших. Так? Чем мы занимаемся? Мы занимаемся, основное наше направление было, это обмен биологических системах. То есть биологические системы взаимодействуют между собой, обмениваются информацией и так далее. Так вот, когда нас заинтересовало, как идет обмен биологической информации, этой работой мы занимаемся 14 лет в Институте проблем управления на Калужской, который находится, это Академический институт, один из крупнейших. И нам была поставлена задача, поскольку институт управления, как производится управление в биологических системах. Так? Вот этим вопросом мы занимались. Как технических там и так далее, все это знают, ничего интересного нет. Так? И первый вопрос, который возникает, первый же вопрос, как информация кодируется, как она передается, по каким каналам связи. Это обязательно нужно ответить. И обязательно нужно ответить на вопрос язык. Потому что язык управления. Без этого ничего не работает. Ну да. Вот поэтому, поэтому, когда мы стали исследовать, что является средой для передачи управляющих воздействий. Так? И как строится канал информационного обмена биологической системы? Естественно, нам было принять за основу принцип строения ДНК. Потому что ДНК, который находится у вас в живых организмах, они информации, как развиваться организм, они не несут. У них информационной емкости не хватает. Просто не хватит. Так? Они являются, как бы, ключом. Вашим индивидуальным ключом, по которому получают информацию извне. Да? Вот. Это как приема передачек получается, правильно? Ну, как приема передающей антенны, я бы сказал. Ну, я говорю, приема передачек. Он отправляет сигнал к Творцу и перенимает? Ну, конечно. Отправляет сигнал везде, да? Творцу, не Творцу. Это вопрос десятый, да? Ну ладно, опустим кому. Отправляется и перенимает. Творцу – это очень хорошо. Вы же по мелким вопросам у вас ломался экран, вы к президенту не обращаетесь. Там, если вы пониже сущности, к кому можно обратиться? Ну вот. Творца жалко, если вы по мелочи обращаться, да? Канал забьют. Вот. Ну, это ладно. То есть, взяли за основу принцип тренинг ДНК. А ДНК – это спираль высокого порядка. Например, спираль обычная – это спираль первого порядка. Когда вы делаете спирали вторую спираль, спираль второго порядка и выше. Удачи можно делать. Так вот, когда смотрит ДНК, ДНК образует спираль восьмого порядка. С учетом водородных связей. Это сложная система очень. Но чем спираль в спирали характеризуется? Она давит сигналы предыдущей спирали, да? То есть, спирали в этой спирали все привыкли. А спираль в спирали вы сделали. Она информация, которая идет, наша техническая, она вообще ее давит. Перед это так мудро устроено. Вы идете на раз... А каждая спираль – это разменность. Называется разменность пространства или информационная разменность пространства. Кому как угодно. Мы это называем принципом модуляции. Нагрование и модуляция. То есть, идет модуляция, когда вы делаете спирали, несколько спиралей разного порядка, вы передаете на низшем уровне, на более высоком, на втором уровне, на третьем. Эти сигналы взаимно ортогональны друг другу не мешают. И поэтому, например, когда передаем информацию, например, мы работаем на большие расстояния, сотни метров и выше, да? Вот. Мы работаем, используем передатчик, который маленький. Маленький передатчик, у него потребляемая мощность всего 2-3 милливатта. Вообще ни о чем разговаривать, да? Но передатчик таки устроен. И тоже, когда вы живете, вы тоже информацию передаете своими близкими и так далее, да? Надо не тратить большие киловатты, правильно? И вот мы такие антенны сделали. Но сложно, конечно, вся новая хаоса есть в структуре антенны, потому что надо выбирать радиусы проводов медленно, да, а потом углы наклоны и все такое, да? Вот это вот вещь, на которую больше всего времени потеряли. Но там получается такая вещь. Мы берем антенны, сигнал, берем антенну третьего порядка. Она принимает спираль, принимает ваше движение. То есть вы сидите там ногой пошевелили, пальцы даже. Ноги, ботинки, да? Ваша система показывает движение. А рядом стоит мощный генератор помех, например, слиноиды, либо электросварка, она его не замечает. Представляете, как природа устроена? Все вот те шумовые помехи, которые электрические, электромагнитные смоки и так далее, да, он нам тут мешает. Очень большие шумы и так далее. А когда мы выходим на биологическую связь, на спирали, да, там вообще помех нету. А закон есть такой, есть закон пропускная способность, с канала определяется по теореме. В соответствии с теоремой Шинона, она зависит от соотношения сигнала-шума. То есть ширина полосы, вы множите на логарифт соотношения сигнала-шума. Сигнал-шум стремится бесконечности, когда нет шумов. Вы можете по любому каналу, даже маломощный, передать либо объем информации. Вот там там все устроено. А биологических каналов нет шумов. Иначе были бы шумы, вы бы сами тут не сидели, да. Вами управлять как вашей личностью, да, самой. Так? И вас находят по вашему биокоду, по ДНК, который находится у вас везде. Простые люди будут заглядать Москве. И поэтому, когда мы, например, передаем информацию на человека, если мы, например, передаем информацию на ДНК, вы эту информацию получите, где бы вы ни находились. Понятно, да? А теория... И в этом случае нас не интересует, где вы находитесь. Потому что вы единственным уникум, который имеет эту чистоту. А в природе нет ничего другого способа передачи информации, как биорезонанс. Ничего другого нет. Только биорезонанс. Или торционное поле, это вот из этой же оперы, да? Они вообще стоят из спирали, из их комбинаций и так далее. Так? Вот. И ваша индивидуальность. И, например, это известный факт. Например, когда опытные наркологи лечат больного, да, не что делают. Они вызывают больного и обязательно в жизни его окружения, с кем он дрожит, и ради физических возраста, с кем он проживает. И все отлично идет. Потому что они образуют общую структуру. Мы, например, делали передачу стимулирующих воздействий, физических, это не инвазивные и так далее, стимуляция идет. Работали с близнецами. Представляете? На одного близнеца подаешь, а второй тот же самый получает. Биокод-то практически одинаковый, да? Они синхронизированы еще между собой. У них синхронизация хорошая между другими. Биокод-то практически одинаково, похоже. А потом, если брать биокод повыше, при арахе, как классификатор, потом есть некоторые элементы, которые отвечают за вас, как за человек. У вас тоже, как и у другого человека, два уха. То есть вы тоже получите, когда это воздействие. Ну, совсем мизер. Понятно. К этому можно принять. Вот такая вот вещь. То есть передача по биорезонансному воздействию. Никакого другого способа нет. Так? А когда мы говорим, что все устроено по спирали, это чем-то хорошо, способ удобный. Спираль есть, прожили, да? Потом опять свернули спираль. Потом опять свернули спираль. И получается, что вы одновременно можете перейти в любую точку пространства, ощущать ее. Если было бы, как и в клинике пространство растянуто, это было бы очень далеко. А здесь далеко и близко. Потому что, представляете, вот вы идете, например, по проволоке, да? А когда свернули спираль, вы можете пойти не по проволоке, а между витками. То есть прийти в более высокую путь, высказать более высокую размерность. Если вы идете в спираль, например, там спираль пятого порядка, смесь между витками проходить, то вообще можете сместить в любую точку пространства на земле. Понимаете? Интересно. Вот так вот природа устроена. Поэтому, когда говорят в Библии, Бог везде. В этом понимании, что это единая структура, вот эта вот спиральная структура, где все, каждый находится в каждом, пронизывает друг друга. Спираль может вот так, а может быть сложена. Просто она получится вот так. Она получается спираль, а потом она скручивается. Ну я же говорю, на плоскости она будет вот так выглядеть, да? Получается. Если она на плоскости, тогда можно как раз перепрыгнуть с крайней на прямую. А когда будете переходить между витками высокого порядка, по веткам высокого порядка, просто надо иметь это и это делать. Например, если вы настроены на трехмерное восприятие, вы будете в трехмерном пространстве. Ну, значит, Флоренский об этом говорил. А в своем четвертом измерении будет в четырехмерном пространстве. Тоже удобно, кстати. Ну да. Вот. Поэтому ваша разменность зависит от того, как от вашего аппарата. Я могу, например, когда работать со спортсменами, ни один спортсмен, чемпион мира, это чем они отличаются друг от друга, да? Например, тренеры говорят, да, заслуженный тренер говорит, у меня борец рассказывает, у него пять человек одинаково подготовленный, а один чемпион. Я, говорит, не понимаю, почему. А мы, когда его смотрим, он выходит на другую разменность, на поле высокую, начинает читать противника. Четвертое и пятое измерения, да? И мы, когда говорят, легкоатлетам говорят, вы же не можете, чемпион, чемпионка Европы, там, чемпионкой мира, да? Говорит, находится в изменном состоянии? Нет, нет. Потом начинает говорить, да. Говорит, одно третье находит в таком состоянии, подвешенный, вижу все вокруг. Но ты, если бы или ты, я называю это состояние или я, или не я. Противы как я, но в то же время не я. Разширенное создание. Я называю это разширенным состоянием сознания. Ну да. Ни одного чемпиона мира нет, которые не могут переходить в это изменное состояние расширенного сознания. И поэтому и чемпионы. а дает ему правую возможность например спортсмен боксер у него удары 1,1 секунды подготовка к удару 0,7-0,8 он когда смотрит на человека если он подготовленный он видит его со всех сторон он видит как он начинает двигать ногой а весь удар идет с ноги он 2,3 секунды имеет преимущество запаса а боксер это вот так чтобы быть чемпионом понимаете вот с этими вещами работы и то что мы говорили мы обследовали на спортсменах и так далее и публикация у нас есть по работе результатам работы с спортсменами в основном публикуется в институте то есть в журнале это ваканский журнал медицина высокие технологии редактор журнала это академик Владимиров в НГУ находится на лечебном факультете вот такие вот вещи то есть все что я говорю показываю это все что прошло научную апробацию проверено опытом у нас имеется заключение на аппаратуру имеется сертификат имеется заключение от разных ведомств от федерации спортивных от Московской медицинской палаты и так далее это не просто так в последнее время мы занялись ну как жизнь заставила стали заниматься переносом информационного действия но здесь нет ничего в термине это еще процесс об этом говорят и странят назад и так далее так перенос информационного действия то есть здесь надо помнить одно что никакое лекарство никогда само по себе не лечит лечит его кодировка информационная то есть например вам укололи лекарство 2-3 минуты у вас пошло лекарство работать дали вам внутрь таблетку 20 минут пока не рассосется в кровь не попадет то есть есть информация информация это не сведение надо не путать ее со сведениями это управляющее воздействие что надо сделать то есть предлагаю вы должны делать то-то, то-то организму если так грубо говоря органы делать надо то-то, то-то, то-то пожалуйста делай и вот мы эту информацию передаем это нечто похожее на гемопатику но это не гомеопатия это вот чистая физика то есть есть приборы электромагнитных которые формируют передают регистрируют записывают и так далее так лженауки отношения не имеют потому что приборы лженаучными не бывают либо работают либо нет то есть и когда для чего-то все пошло переносить на человека информацию накладно приборы дорогие мы ставим записывать на носителя на металл в основном медицинком почему медицинка это особая пара значит слово медицинка откуда и пошло медицинка комбинация гальвана-пару образует вот и берем латунь на нее записываем информацию ну как вот магнит записывают никого же не удивляет но магнитное воздействие нельзя записать на латунь но если мы используем поля высокого порядка второго, третьего спирали они очень хорошо записываются и надолго так вот записываешь всегда разные вещи разные препараты да во-первых их расходовать не надо а потом их удобно носить с собой положил в карманы ну это для мужчин в карман положил и так далее а женщины проблемы почему а куда положить у нас есть куда положить да вот это у меня вот эту пластинку которая показывает да это восстановление зрения здесь записано записано хрусталик теленка растертый ну как гемопатические средства вот как он работает ну оставить хрусталик я просто уберу там ну там нахожу несколько часов в кармане я тоже вот нахожу брюки могу носить в кармане да у меня было когда мы когда приобрели вот это средство от хрусталик это разработка наша там одного доктора медицинских наук да вот что мы чем она хороша как она работает у меня зрение было три с половиночки нехорошо вообще не очень хорошо да поносил через два месяца плюс один остальное надо добивать уже да ну да династика каплями ну нет добивать времени а по времени да конечно почему там вот быстро быстро идет воздействие а потом дальше медленнее медленнее да вначале хорошо убирает когда запущен процесс и потом как побочное средство убирает убралось астигматизм астигматизм вообще вы знаете не лечит ну да вот это отлично вторая вторая штука которую мы делаем который нашел это антивирус иммуномодуляторы здесь написаны сильные иммуномодуляторы то есть когда идет заболевание например уреби коробит там все такое да я уже диагноз не ставлю температуру это Си-9 например дает вот пластиночку утром человек просыпает температура нормальная а после этого чистка организма коробит обязательно почистить потому что осложнение больше могут больше выгода принести а для этого мы записали один белок который выделен из водорослей который чистит организм стимулирует работа макрофагов тоже полдня человек поносил и организм почистит ну почистить организм всегда надо да ну да вот после производитель на него есть побочные свойства две недели человек носит пока организм привыкает после истечения 14 дней начинает бегать как электровельник она встает то есть вот так вот заметили то есть когда например едешь на работу куда-то на совещание тогда пластинку беру мне сейчас она в кармане лежит это могу целый день не кушать как только забуду я бы сидел и есть хотел для построения тоже работает когда раз и похудела но если вы не будете кушать будете двигаться работать у вас не будет ощущения голода я вот например когда мне нужно спросить килограмм полтора два будет больше я с такой пластинкой хожу на серьезную работу сутки день прошел утром уех вечером приезжал трех килограмм нет причем совершенно бесплатно никак себя не ощущаешь потом дальше мы записывали вот эти излучения веществ записывали на светодиоды свет есть свет активное воздействие они эффективнее чем пластинка 1% на 30 так но неудобство тем что надо светить на себе да мы там делали раньше фонарик это не очень неудобно было потом пришли что самое лучшее средство это вот когда мы берем такую пластинку то три мощных светодиода заряженных и облучает облучать можно три минуты ладошки рук по три минуты либо себя вот так поставите прикрепите как вот этот как лампочка только надо вместо 6 минут суме сидит минут 10 15 ну когда работаете это удобно или на пупок 8 минут на пупок там все кминусные сосуды находятся усиливается да почему так перешли потому что переходник вставляете может вставлять любую зарядку зарядное устройство да либо смартфон через переходник либо в ноутбук планшет то есть это всегда у человека под рукой а что такое пластинка вот видите вот такую маленькую коробочку у нас целая аптека вместится очень удобная вещь так записывать можно практически любое вещество мы записываем анальгетики потом дальше мы записываем записываем когда комбинация веществ там ксенон и так далее да у нас получилась сквозь заживление ирань по нашим оценкам где-то в 4 раза возрастает печально без килоидной ткани зарубцовка идет так вот потом дальше снятие стрессовых состояний тоже важно энергоиздела снятие стрессовых стояний вот ну и так далее там кстати интерес мы когда делали дезинфектор дезинфекционное средство да подавить активность бактерий вирусов микробов мы делали состав определенный ну брали известные там холококсидентами и прочее такие вот антибактериальные вещества и так далее антисептические делали комбинации проверяли да помещение ставят пластинки вот с этим антисептиком в течение 10 минут у человека кто приходил у него было тренаж вирусов большой и бактерий да ну так подходит к зоне заболевания все гонит на место а потом в процессе исследований в том году нашли самый лучший антисептик знаешь что это такое кровь крокодила кровь крокодила вообще не сворачивается им принесли кровь крокодила которой 9 лет пробега открытая в ней погибнет все вы знаете что крокодил не болеет никакими болезнями просто принципиально так вот и в крови крокодила вирусы бактерии микробы дохнут только на раз я правильно поняла кровь крокодила да все правильно и вот эту кровь крокодила мы записали и вот проверяли на действии да то есть если вот такие вот вещи ну вот такую лампочку повечить вот здесь вот да или поставить эти пластинки как защитное средство все тут ничего не остается давит всех подряд у нас был такой случай когда человек уехал один неверующий самый неверующий вы знаете медики да медики ничем хорошее что если они они отличаются от остальных ученых а покажи как показали все они ваши друзья а есть еще дети медиков то же самое вот и что получилось там один медик образования я не верю надо посмотреть а занимался так год медицинскими оборудованием и так далее бизнесмен бизнес прошел звонит из этого с Питера ну с самого другого города в Питер приехал командирок это большая командирок какая-то температура 39 и мне говорит форум сдулся да ему ехать надо помоги ну вспомнил мы ему там передали да воздействие очень сфотография так по ватсапу скинули передали воздействие вечером поставил утром он идет к врачу форум лопну все вытекло температура нормальная все нормальное все нормальное да вот ну да вам для нас не кончилось он говорит попросит еще день два подержи там да вот но после то еще ни ответа ни привет как всегда так мы так делали да на всю страну на всю страну это один разговор это другая технология другая технология на человеке да на человеке вот эти иммуномодуляторы вот смотри дезинфектора там мало работает менее эффективно а вот иммуномодуляторы дают все подряд мне может быть привезло потому что я работаю веб-клинике благодаря мне удалось взять эти иммуномодуляторы которые просто в продаже не найдешь да вот давит все подряд то есть то есть у человека повышенная температура и так далее и выдаешь иммуномодулятор все вот вот например так было пошла температура да старый сын заболел у меня температура пошла да я думаю чего у меня было на 104 такие пластинки лежало в команде это интерес 3-4 часа все светило ни температура не было ни кашля а вот можно одну и той же пластинка допустим всем членам семьи пользоваться можно а мы делали такие испытания в Пятигорске там наш знакомый профессор медик да отправил две пластинки туда в ковидный госпиталь я думал на двух людях проверить потом все-таки зараза не очень хорошо передавать вообще там дело кончилось тем что прислали отчет на пятерых человек 5 человек пациентов там смотреть проактивную белку ЦРБ и так далее везде идет нормализация белка то есть эти заболевания инфекция гасится в общем человек люди у которых было 39 температур через два дня домой же ходили на ней использовали одну пластинку вот я думаю не знаю или они потирали спиртами или нет на грудину клали а вторая пластинка она исчезла ноги выросли ну как мне сказали слухи донесли говорит значит меда жена заболела прихватить зерно он пластинку полосил она выздоровела и так осталось ну а для меня это наоборот хороший сигнал потому что если медик проверил значит это слава поэтому тут никакой обиды нет но потом проверяли уже так на своих на знакомых на больных и так далее это все нормально лечится причем хорошо лечится от того же ковида мы записываем антитела брали место с крифосовского антитела выделенное вот записывая их на пластинки тоже работает великолепно то есть можно иммуномодулятор либо этот антитек либо вот этот антитела ведь самое лучшее лекарство это сывы антитела лучей нет но они настроены на конкретную болезнь так ну самый лучший вакцин это всем известно это антитела иммуноглобулинг который взял больную который переболел эту болезнью вирусов там много они мутируют там 3-5 месяцев и так далее поэтому мы делали акцент вот именно на иммуномодулятор это как вещь универсальная вот то что у нас есть вот это вот наше направление это мы проверили и посмотрели и так далее конечно речь идет о внедрении мы это хотели сделать предлагали делать вот это для аптечку ну для людей особенно для тех кто находится в зоне когда в аптеку не пойдешь там всякие геологи биологи где экспедициях люди находятся и так далее вот эту аптечку можно было бы сделать она вообще ничего не стоит не весит ни о чем а средство питания он всегда есть под рукой да пластинки это не все да вот дома пластинки дома хорошо имеют взял применял да вот а это вот свет пожалуйста и причем и причем дальше когда я говорил помните мы делали эксперименты что когда у нас светодиод работает напрямую есть один эффект как только заключали в капсулу металлической эффект повышался в два раза и поэтому поэтому когда смотрели когда человек уставит вот этот цветодиод начинает вас облучать ведь человек всегда в одежде находится да вот он сидит в одежде просто на грудной пол в области значит светит и все и такой же эффект идет только надо в два раза дождь светить и все то есть это вещь очень удобная в этом плане вот от разных веществ мы смотрели какие разоги убирать тоже то посмотрели то есть а преимущество нашего при компоновании таких вот лекарств дело в том что врачи не всегда могут сделать миксовать лекарств смешивать друг с другом да надо знать какой пропор чтобы не мешали друг другу потом основы разные да а когда информация записана это проблемы нет взяли записали и проверили интересно да это очень удобно поэтому у нас получилось получился вот эти вот изоживание раз в 4 раза из этого выросла потому что мы кроме один препарат обладает одними свойствами другими да и когда вот эти свойства подсуммировали которые действуют в одном направлении пожалуйста получили а поскольку мы работаем не минуем иммунную систему так иммунную систему то есть работаем на уровне естественного фона ниже естественного фона так органипсам все отбирает у нас помнит поэтому нет такого понятия передозировка или аллергия организм берет то что ему не хватает в данный момент по принципу резонанса как сообщает у вас нарушен какой-то резонанс какой-то частоты нет вот она появилась он ее забирает все нет она проходит насквозь я просто что хотел сказать напоследок мы разработали технологии переноса информационного действия разработали соответствующую аппаратуру это новая технология которая сертифицирована опубликована проверена пробирована медиками и так далее преимущества какие понятно что мы можем делать новый тип лекарств очень быстро за счет их сигмации наложения и соответственно это удешевляет стоимость но самое главное что здесь полностью отсутствует аллергия и передозировка то есть если вы чего-то не знаете светите дождь ободействует дождь ну толку не будет просто поэтому задача найти как бы минимальный и еще такой есть момент ничего лишнего туда не добавит никто вот как допустим есть плацебо да вместо таблеток можно купить мел в лучшем случае ну да ну да ну кстати ну ладно это один разговор я слышал такой вот эффект что то есть данные что у нас плацебо очень много мел очень много подают скажите вопрос по социализации чтобы это доступно было всем гражданам теоретически если это становится на службу государства то каждый гражданин на свой телефон может получать по запросу ту или иную программу или нет он будет отдельный чип такой надо просто заполучить этот чип чип а программа уже туда меняется же ну да нужно записывать что-то его записывать а дистанционно можно его переписать можно то есть вы же можете переписать то есть подключаясь к единой базе данных этот чип можно переписывать вы хотите переписывать на большие расстояния да извините меня как вы передаете сигнал по какому каналу не знаю спрашиваю вас как раз я так думаю для этого для этого это можно сделать надо использовать только нашу аппаратуру да конечно да 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 вот это можно внедрение вашей технологии массово да то есть как это повлияет на жизнь социума то есть мы создаем филиал там некоторые да передать это позволяет сказать мне нужно то-то то-то да я вам передал пожалуйста работайте вот так да но самое главное что ты вещь-то видите маленькая компактная дешевая 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 да и самое главное что удобная исключается передозировка аллергия все поэтому хуже хуже не сделаешь не навредишь даже если захочешь ну что ж это наши основные правила на этом мы нашу встречу заканчиваем я вам благодарю до новых встреч ну теперь вы все да всего хорошего до свидания спасибо за внимание Национальный экологический фонд России представляет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Танец радужный фуали разбросал Божествует дух вселенский праведвал И встает солнце в лучах зари На троне огня любви Море, звездное море любви Всех на волнах чувств подними Вечность примет сиянье глаз И сердце боющий, и сердце горящий Сердце чистейший алмаз Море, звездное море любви Всех на волнах чувств подними Вечность примет сиянье глаз И сердце боющий, и сердце горящий Сердце чистейший алмаз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok